Девушки отдыхают Очевидец. Полет. Мы всегда стремились летать как птицы и завидовали существам, которые оторвавшись от земли, без усилий парят в небе. Мечты о полете нашли отражение в мифах и магии. Мы летали в годы войны и в мирное время. История завоевания людьми воздуха началась давным-давно. Первым материальным воплощением тяги в небо стал воздушный змей, известный в Китае уже за две тысячи лет до нашей эры. Многие считали бумажную игрушку очень опасной. Она могла оторвать человека от земли. И действительно, однажды в Японии воин-самурай, попав в плен, сделал сыну воздушного змея. Мальчик улетел к свободе. Многие изобретатели шли в том же направлении. Некоторые из проектов опробованы в Первую миролую войну, когда со змеев следили за врагом. Многие столетия это был единственный способ для человека оторваться от земли, уподобившись птице. У нее, даже у птенца, это выходит само собой. Маленький голубь, двух с половиной недель от роду, скоро развернет крошечные крылья. Через пару недель он сможет летать, держаться и целенаправленно двигаться в воздухе. Легкое перо к такому полету не способно, если лишилась хозяина. Но оно наглядно демонстрирует то, без чего невозможен полет. Воздух. Атмосфера укрывает землю одеялом толщиной во многие километры. Эволюция воспользовалась этой идеальной, хоть и невидимой средой обитания. За 300 миллионов лет до появления людей в воздухе появились первые летуны. Паденки, тараканы и стрекозы с размахом крыльев до метра. Умение летать – огромное преимущество. Легче спастись от врага, разглядеть и неожиданно напасть на добычу. Позднее в древнем небе замелькали доисторические дельтапланы – птерозавры. Примерно тем же путем пошли их современники. Первые птицы с гораздо более совершенными крыльями. Все больше летало насекомых, и в небо поднялись зверьки – рукокрылые. Но именно птицы внушили человеку мечту о полете. Почему мы не летаем, как птицы? В греческом мифе двое летали. Чтобы совершить побег из плена, Дедал и его сын Икар поднялись в небо на крыльях из перьев и воска. Икар, забывшись от восторга, взлетел слишком высоко. Как писал поэт Авидий, и мягкий воск от солнечных лучей, растаев, заструился, как ручей. Икар упал в море, и мечта погибла с ним вместе. Египетская богиня Изида летала, как птица. Для древних египтян полет был дорогой в рай. Ба – сокол с человеческой головой – символизировал душу, улетающую из могилы. Крылья за плечами человека всегда манили райским блаженством. Легенда говорит и о попытке взлететь с помощью птиц. Персидский шах якобы привязал голодных орлов к трону и заставил их рваться вверх, поманив мясом. Говорят, система работала, но недолго. Шишкебаб оказался плохим топливом для пилотируемого аппарата. Если нельзя запрячь птиц, их можно как минимум изучать. Если девять тысяч их видов могут летать, очевидно, это не так сложно. Примерно в тысячном году английский монах Элмер сконструировал крылья. Он отправился в небо с монастырской стены. Но летающего монаха не получилось. Элмер упал, сломав обе ноги. И стал хромым монахом. Он был не одинок. Средневековые прыгуны с башен упорно верили, что смогут полететь. Теперь не проверишь, но говорят, некоторым это удавалось. Даже прирожденному летуну нужно овладеть двумя вещами. Обеспечить движение вперед, тягу, и вверх, подъемную силу. Крылья должны выполнять сразу две задачи. Своей формой удерживать тело в воздухе и мышечной силой двигать в нужном направлении конструкцию из костей и перьев. Хотя перья лишь часть птичьей адаптации к полету, именно они сделали птиц птицами. Перья и крылья – яркие символы мифов и легенд. Добавь крылья мифическому существу, и оно обретет невиданную силу. Укрась себя перьями, и сам станешь могучим и вольным, как птица. Перья особенно ценились у индейцев. Их носили воины, чтобы нагнать страху на врагов. Для древних египтян легкость пера служила пропуском в рай. Боги взвешивали сердце каждого покойника. Если оно весило не больше пера, душа заслуживала вечной жизни. Изобретатели видели в перьях ключ к полету. Они покрывали крылья перьями, только не куриными. В народе говорят, курица предпочитает навоз небу. Попытки взлететь с ее перьями заранее обречены. Крыльями летучей мыши пользуется нечистая сила. Это тоже не вариант. Вопрос стоял ребром. Как человеку оторваться от земли? Леонардо да Винчи, блестящий художник и мыслитель возрождения, придумал аппарат, летающий за счет силы человека. Орнитоптер. Но да Винчи не учел самого главного. Человек скроен ходить, а птицы скроены не ходить, а летать. Это живые аэропланы. В аэродинамической трубе птица воспарит без малейших усилий. И в жизни некоторые их виды удерживаются на лету, попросту ловя сильный ветер своими расправленными крыльями. Планеры используют тот же принцип. Все дело в особой форме крыла, необходимой для любого полета. Когда ветер обдувает крыло, один поток идет сверху, другой снизу. Над верхней выпуклой поверхностью скорость его выше, чем под нижней, где путь короче. Чем выше скорость, тем ниже давление. Так что давление снизу толкает крыло вверх. Это и есть подъемная сила. Она действует и на лист бумаги. Главное — кривизна. Одни крылья короткие и широкие для быстрых маневров в воздухе. Другие — узкие и острые для скоростного полета. Длинные и широкие крылья нужны для парения. А длинные и узкие крылья — для долгого планирования. Четыре вариации одной и той же темы. У птиц и самолетов главное в небе — крылья. Но держась в воздухе, хорошо бы еще двигаться вперед. Птицы для этого просто машут крыльями. А вот сможет ли человек? Через 200 лет после Леонардо Джованни Боррелли, тоже итальянский мыслитель, сделал вывод, что грудные мышцы людей слишком малы по сравнению с телом, чтобы двигать его вперед. Большинство птиц не дожидается ветра, чтобы взлететь. Силой грудных мышц они отталкиваются от воздуха, снова и снова. Это создает ветер и подъемную силу. Чтобы полетел человек, ему нужны бедренные мышцы культуриста, только на груди. Ноги десятилетнего ребенка и крылья, как у маленького самолета. Боррелли давно указал на недостатки нашей анатомии, а люди все продолжали упорно махать крыльями. Один французский дворянин научился летать сверху вниз, в реку Сену. Увереннее чувствовать себя в небе помог нагретый воздух. В 1780-х годах братья Монгольфье из Парижа экспериментировали с бумажными шарами, заполненными горячим воздухом. В пробном полете они решили не рисковать своими шеями. Первыми в мире авиапассажирами стали три домашних животных. Они благополучно сели в двух милях от места старта. И началась эра воздушных шаров. Вскоре стремление в высшие сферы овладело всем парижским светом. Богачи ставили и били рекорды. Двое даже пересекли на шаре Ла-Манш. Правда, сбросив одежду как балласт и приземлившись в исподнем. Целое столетие шар был единственным способом летать. Правда, не как птица. У четырехнедельного голубя грудные мышцы уже достаточно развиты, чтобы перейти к пробным полетам. Один из лучших летунов — кондор. Он поднимается на высоту реактивного Боинга. По продолжительности полета рекорд у стрижа. Он держится в воздухе до четырех лет, ест, спаривается и даже спит на лету. Средняя птица типа скворца развивает скорость до 60 километров в час. А сокол Сапсан легко дает вдвое больше в пике. Скорость — это не все. Щегол сбрасывает ее до темпа нашей ходьбы, но держится в воздухе, не падая. А первые летательные аппараты падали и часто. Проектом типа летающего паровоза, чтобы взлететь, нужен был двигатель полегче парового котла. Один английский изобретатель посадил в свой аппарат кучера. Вот кто всю жизнь мечтал мчаться, как птица. Планер Сэра Джорджа Кейли перелетел через поле. Но после авиакатастрофы кучер уволился. Некоторые животные ловко планируют. Не для набора высоты, а для быстрого спуска. У птицы планирование просто экономит энергию. Ее уходит в 20 раз меньше, чем при машущем полете. Но и скорость сильно падает. И для наших планеров скорость не главная. И без нее дух захватывает. Планеризм стал новым этапом авиации в конце прошлого века. Молодой немец Отто Лилиенталь стал первым, крылатым авиатором, совершив более двух тысяч удачных полетов. Он уже собирался построить планер с мотором. Но разбился и умер от ран. Его планы воплотили в жизнь два изобретателя-американца, начинавшие с велосипедов. Страстью братьев Райт к полету дышит дневник старшего. Уилбера. Человек обречен лишь смотреть на летящих птиц, страдая от веса своих земных оков. Уилбер и Орвилл использовали пропеллеры, как бы машущие крылья для движения вперед. Легкий каркас и бензиновый моторчик. Но как соединить мотор с пропеллером? По привычке они взяли для этого велосипедную цепь. Своим первым полетом в 1903 году Райты сделали один из величайших шагов в истории техники. Если бы рядом стоял авиалайнер, они долетели бы от его носа аж до 22-го ряда и не поднялись бы даже на уровень его крыла. Их скорость была в 16 раз меньше птичьей. Но братья Райт доказали, активный полет возможен. Это заняло у них 5 лет. У голубя уходит всего 5 недель. Жесткие крылья самолета примитивная вещь по сравнению с созданными природой. Крылья птиц машут и гнутся, позволяя маневрировать на лету. Птица исправляет ошибки, тормозит, не падая, без страха пикирует. Орел концами своих крыльев регулирует обтекающий их поток воздуха. Самолету нужны механические закрылки. Птицы тормозят в воздухе, меняя угол крыльев относительно направления полета. Закрылки самолета выполняют ту же задачу, обеспечивая мягкую управляемую посадку. Как правило. Хвостовые перья птицы помогают менять скорость и направление. Рули самолета делают то же самое. В 1917 году авиаконструкторы только владели этой мудростью. Неудивительно, что более примитивные модели так и не взлетели. Чудо полета скоро стало средством разрушения. Войны развивают технику. Почти век назад голландец Антон Хоккер изобрел пулемет, стрелявший между лопастей крутящегося пропеллера. Конструкторская мысль Конструкторская мысль увеличила максимальную высоту полета с уровня пирамиды Хеопса в Гизе в 40 раз и всего за 4 года. Способность человека летать не сразу нашла должное понимание. Многие годы патентное бюро США не принимало проекты летательных аппаратов тяжелее воздуха под тем предлогом, что это физически невозможно. Наверное, в патентном бюро не знали, что все летающие организмы тяжелее воздуха. Даже в невесомом мире насекомых. Божьих коровок с твердыми круглыми надкрыльями. Стрекоз с двумя парами плоскостей. Комаров, бьющих крыльями 500 с лишним раз в секунду. Но настоящий мастер полетов, безусловно, муха. Этот лучший и неуловимый воздушный акробат легко выполняет любые мертвые петли, бочки и эмельманы. Насекомые отлично приспособлены к полету. И многие их возможности до сих пор остаются загадкой. Пчела, кажется, нарушает законы физики. Крошечные крылья поднимают такое тяжелое тело. Возможно, дополнительную подъемную силу создают мелкие отверстия в крыльях. Вдохновленная примером этих безупречных летунов, авиация решила скопировать их способность к вертикальному взлету. Идея вертолета или геликоптера занимала людей по крайней мере с 15 века. Через 400 лет воздушный винт впервые поднял геликоптер. Сначала не очень высоко, примерно до колена. Одновременно Хуан де ла Сьерва пытался создать что-нибудь понадежнее самолета и изобрел автожир. Вместо крыльев подъемную силу обеспечивал свободный вертящийся винт. А для движения вперед был пропеллер. При аварии верхний винт позволял автожиру без проблем опускаться на землю. Но для современных вертолетов в небе еще было место. Вращение винтов позволяет им взмывать с места и зависать в небе. Лопасти можно развернуть под таким углом, что машина быстро полетит вперед или назад, или повернет. Меньший хвостовой винт не дает крутиться корпусу. Главный винт — это сразу крылья, закрылки и рули в одном механизме. Вертолет стал самым удобным из всех изобретенных человеком летательных аппаратов. Но старые добрые крылья сохраняли свою прелесть отчасти благодаря открытой кабине. Ни один бесстрашный летун рисковал жизнью, стремясь к новым высотам. Полет требует высокого мастерства. Летчик контролирует сразу три параметра — крен, тангаж и рыскание. Иначе машина отклонится от правильного курса. Птицы — прирожденные штурманы. В организме человека нет магнитного компаса, а память у нас похуже голубиной. Даже грубые инструменты спасают жизнь. Такая нить помогала первым летчикам выровнять машину по горизонту. Но в темноте и в плохую погоду, когда горизонта не видно, пилот быстро терял ориентацию. Только изобретение гироскопического искусственного горизонта решило эту проблему. Первым пилотам часто приходилось летать, как поется, на честном слове и на одном крыле. Многие носили медальон святого Иосифа Капертинского, покровителя полетов. Но из 41-х летчиков авиапочты США погиб 31. Чарльз Линдберг был одним из выживших. Его перелет в одиночку через Атлантику вызвал энтузиазм во всем мире и проложил путь другим авиаторам. Почти сразу с изобретением самолетов люди стали искать способ из них выпрыгнуть. Это были не первые попытки шагнуть в бездну. Первый парашютист прыгнул с воздушного шара в 1797 году и первым в мире пострадал от воздушной болезни. Начавшаяся эра воздушных путешествий потребовала комфорта для пассажиров. Хрупкие плетеные стулья уступили место мягким креслам, позволившим людям наслаждаться небесной пищей. Технология полета продолжала копировать созданное природой как в воздухе, так и под водой. Этот житель океана прототип сравнительно нового нашего изобретения реактивного двигателя. Кальмар выталкивает струю воды через трубку сифона и в результате движется в противоположную сторону. Реактивный двигатель выталкивает струю воздуха и втягивает его больше, чем вдыхает человек за 20 лет, чтобы только набрать высоту. И это еще не вся оплата за скорость. Первые реактивные самолеты при взлете шумели так, как огромная разоморущая толпа. Толпа размером с населения всей Земли. Теперь они стали гораздо тише. Шумят только, как все жители Нью-Йорка, если крикнут хором. Реактивные перелеты сузили мир. Под парусами путешествие через Атлантику требовало шести недель. У пароходов этот маршрут отнимал от 5 до 14 дней. Дирижабль долетал за 2,5 дня. Старый пассажирский самолет за 29 часов. А в 1976 году сверхзвуковой Конкорд за 3 часа. В 300 раз быстрее парусника. Чтобы лететь еще быстрее, надо покинуть земную атмосферу на чем-нибудь вроде космического шаттла. Пассажиры смогут завтракать в Англии и обедать в Китае. Если успеют проголодаться, перелет займет примерно 45 минут. Время и расстояние изменились. Миллионы людей бороздят небо. Над крупным городом типа Лондона в небе каждую секунду находится в среднем 3 тысячи пассажиров. Безопасность им обеспечивает одно из древнейших изобретений природы. Уже 50 миллионов лет летучие мыши используют принцип радара для ночных полетов, избегая столкновений в полной темноте. Для самолета радар это и глаза и маяк. Диспетчеры с земли следят по нему за машинами. И пилоты находят путь в облаках и в темноте. Но даже нашей современной технике разве сравниться с этими небесными акробатами? Наша зависть читается в названиях самолетов. Ястреб, москит, орел, бабочка, сокол. Каждый воздает должное удивительным свойствам своего прототипа. Эта модель явно стремится брать пример с кузнечика. А бомбардировщик стелс напоминает летучую мышь, быстрой и почти невидимой. Вдохновленные птицами, зверьками и насекомыми, люди сделали воздушную стихию рабочим местом. Мы освоили недоступные природе скорости и нагрузки, испытывая пределы и своей выносливостью. И мы стали наконец летать, используя силу собственных мышц. Через пять веков после Орнитоптера Леонардо в 1988 проект Дедал, получивший имя легендарного летона древности, подарил нам летающий велосипед. Он не обогнал бы даже бабочку, но преодолел расстояние от греческого острова Крит до соседнего Санторини. Многовековая мечта стала былью. Умение летать более чем окупилось. Некоторые вещи видны только с воздуха, например, таинственные знаки на земной поверхности или причудливые контуры коралловых островов. Как писал один летчик Антуан де Сент-Экзебери, наше зрение обострилось. Самолет открыл нам истинный лик Земли. Но по эффективности, надежности и просто красоте мы так и не превзошли гениальных моделей, созданных самой природой. Режиссер Кеюс Джулиан, автор сценария Энн Маклеот, композитор Гай Дейгл, художник Морган Алмейда, операторы Ник Сквайерс Джим Файнс, продюсер сериала Мартин Мортимон. Фильм озвучен фирмой СВКадр на том студии Мосфильм по заказу телесети ТНТ в 1998 году. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова